Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Демушкин. Сегодня меня вызвали в УВД Барвихинска. Написали на нас заявление. Ходят, чтобы возбудили уголовное дело за превышение должных полномочий, что мы расселили бараки здесь, в поселке Усово. Два барака, подписали распоряжение на 180 миллионов, выделили. Это временное жилье железнодорожников, так называемое, которое у нас затянулось во времени, просто в конце 50-х годов его построили, и вот все оно так временно стояло. Вот там уже покосившееся все, это в 10 минутах ходьбы от резиденции президента в Нового Огарева. Туалет на улице деревянный у нас, до сих пор там стоит. Колонки, вода, то есть люди ходят, моются в тазики и так далее. То есть ситуация бедственная, они еще покосившиеся сейчас. Признаны были комиссии аварийными, что вот-вот и рухнут еще. То есть, соответственно, деньги в бюджете на это были, они каждый раз куда-то не туда просто уходили. Ну, в общем, не дали, ну, в двух словах, давайте, что я буду лукавить. Не дали просто честно украсть и распилить бюджет, и отдали на расселение бараков, потому что украсть там тяжело с расселения что-либо. Вот, ну и, соответственно, там не заставило себя долго ждать последствия. Вот, написано заявление, материал, ну, сейчас там разбираются, они опросили нас. Ну, я так понял, что сейчас все-таки отказной будет, потому что там, ну, состава нету, собственно, потому что там непонятно, что именно возбуждать. Все документы мы предоставили, необходимые документы там и о назначении моем, документы, вся переписка и решение Совета депутатов, и решение комиссии, то есть, ну, все, что там нужно было, собственно, все есть. Вот, но думаю, что будут и дальше они что-то придумывать, что-то делать и не отстанут, потому что наши дела не останутся здесь безнаказанными, наверное, вот, я так думаю. Вот, ну, дай бог, дай бог, вот, что это самое. Сможем мы отбиться, но вот все они были. Сейчас, наверное, более подробно здесь, вот, депутат, вот, городского округа Одинцова у нас, Тиняев Сергей Александрович, расскажет по этому поводу. Он здесь дольше сидит и более в этой теме погружен. Он у нас исполнял обязательства главы, как раз здесь, сельского поселения Барвихи. Вот, уволил на совете того самого Потопчука, который там забаррикодировался и сидел у нас в администрации, незаконно захватив ее. Ну, ладно, это уже там отступление. Вот, сейчас вопрос у нас по людям, все, что мы хотели здесь по людям, собственно, сделать. Мы понимали, что они нас едят и съели в итоге, потому что они не могли с нами ничего сделать, так они упразднили саму администрацию. То есть это такой, конечно, уникальный случай, когда не в силах там сделать что-то с людьми, они ликвидировали саму администрацию Барвихинскую, объединив ее с городским округом Одинцовским. Там у них еще большинство, там все крупно, еще они имеют там возможность как бы делать большинство единой России, и, соответственно, там мы ничего уже не сможем сделать. Ну и ничего не смогут сделать эти люди. Все деньги, которые выделяются, на всех уровнях пилятся, растаскиваются и пускаются на какие-то непонятные цели. Если там из рубля, я говорю, там доходят какие-нибудь там, не знаю, там, я вот, говорю, 10 копеек, а я не знаю, 10 копеек там идет или нет на самом деле до конца. Потому что на всех уровнях эта система так создана, что они это втюхивают, как укуп... что они вертикаль власти якобы укрепляют. Но на самом деле они, наоборот, как термиты, выедают страну изнутри. Когда люди озлобляются, здесь вот по выборам, я говорю, Единая Россия 6% набрала. Вы можете себе представить, что должен сделать руководитель здесь, чтобы партия власти набрала 6% в Барвихе, да? Здесь вообще вот ты ничего не делай, за тебя и то, наверное, половина бы проголосовала. То есть это надо было делать что-то такое, чтобы люди тебя ненавидели просто. Это сейчас везде происходит, и пусть они там укрупняются, хоть до бесконечности, но ненависть от людей, которые здесь вот, представителям партии власти, она только будет увеличиться. Я считаю, что этот путь-то, наоборот, тупиковый, им туда идти не следовало. Что они, забирая всю власть на всех уровнях, они забирают всю ответственность за все происходящее. А происходящего здесь, и не только здесь, а вообще по России, ой, как много. Так что сейчас передам слово. Депутат выскажется и расскажет там по документам, и по всей этой обстановке более уже подробно. Спасибо. Здравствуйте, я Тенеев Сергей Александрович. До 25 апреля 2019 года я был главой сельского поселения Барвихинска. В данный момент я депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа. Ну да, вот история с переселением длится долго. Под наживом жителей все-таки были в 2017-2018 году были собраны комиссии, они дали заключение, что есть основания признать дома аварийными. В конце года был подготовлен проект бюджета, там было заложено 180 миллионов для расселения, но предыдущий руководитель администрации, Потапчук, такой ставленник от Единой России, от района, он не выпускал постановления о признании домов аварийными. Без этого мы не могли выделять деньги. Ну, в конечном итоге мы просто в апреле 2019 года, а именно 20 апреля, Потапчука уволили решением Совета. И назначили нового руководителя администрации, Демушкина Дмитрия Николаевича. Вот после этого он сразу же тоже съездил на место, посмотрел эти дома, и в мае было выпущено распоряжение, два распоряжения о признании домов аварийными. Соответственно, после этого мы эти распоряжения направили в Совет депутатов Одинцовского городского округа с просьбой рассмотреть и принять бюджет в сельское поселение Барвихинского. И 28 июня решение о бюджете было принято, потому что деньги выделены, и процесс расселения начался. Ну, это просто что касается документов, и всей истории этого вопроса так вкратце.